Несколько небольших комментариев относительно недавних международных событий. Заявление Amnesty International, в котором критикуется украинская сторона и украинские вооруженные силы за то, что в ряде случаев военнослужащие и военные объекты размещаются в черте гражданских, вызвало живой неподдельный интерес как у противника, так и у групп, сочувствующих противнику журналистских и политических кругов в зарубежных странах. Ну, кроме этого, было несколько вполне разумных комментариев, критикующих позицию Amnesty International, которая абсолютно упускает из виду, из-за чего, в принципе, началась война и почему украинские войска вынуждены часто оказываться в ситуациях, которые действительно ставят под угрозу жизни гражданского населения. От себя хочу добавить следующее. В принципе, это заявление Amnesty International, это некий шаблон, который используется практически всегда, когда комментируются те или иные боевые действия в самых разных странах. Достаточно посмотреть их комментарии к событиям в Йемене, к событиям вокруг Руанда и Конго и понять, что ничего нового не сказано. Для того, чтобы иметь перманентное финансирование, эта организация должна делать вид, что она стоит на страже прав человека и защищает гражданских лиц во время тех или иных военных конфликтов. При этом Amnesty International почему-то забывает, что можно было бы, в принципе, остановить практически все нарушения прав гражданского населения в этой войне, если бы защитники прав человека закрыли бы небо над Украиной по просьбе законного правительства Украины, не выдумывая при этом, что это может привести к конфликту с третьей стороной. Какое отношение третья сторона имеет к законному требованию, к законной просьбе законного правительства той или иной державы? В результате получается, что эта стандартная шаблонная фраза о защите прав гражданского населения, она выглядит как хорошо известная модель, когда девушку, подвергшуюся насилию, обвиняют в том, что она спровоцировала насильника своей одеждой, своей походкой, своим парфюмом, своей прической или какими-то другими субъективными факторами. И таким образом, заявление Amnesty International о том, что агрессивные действия Российской Федерации не являются оправданием для ответных действий украинской стороны, выглядит просто дешевой демагогией. Я сейчас даже не буду утверждать, что такие заявления проплачены противникам. В данном случае это не имеет значения. Это просто обычный прием подобных международных организаций, которые хотят угодить всем и сохранить любые формы финансирования. Буквально несколько слов о визите Пелоси на Тайвань. Высказывание о том, что этим, дескать, Соединенные Штаты показали свою силу, показали свою решимость, а Китай, дескать, проявил свою некую агрессивность, это, на мой взгляд, абсолютная переоценка события. На самом деле, произошло довольно дежурное событие, посещение официальными лицами Тайваня, на которое Министерство иностранных дел КНР всегда реагирует одинаково, потому что оно просто не может реагировать по-другому. Ровно как и на акции признания Тайваня кем-либо, или установления с ним каких-либо дипломатических отношений. Так было, так происходит теперь, и так будет обязательно происходить в будущем. Это ни к чему не обязывающее заявление. Я надеюсь, что успешная экономическая держава КНР не даст втянуть себя в военный конфликт, к которому ее пытаются подтолкнуть из Кремля. Никакие военные столкновения в мировом масштабе Китаю не нужны. От коммунизма в Китае остался красный флаг и коммунистическая партия. Коммунистическая идеология практически в Китае уже давно не применима. И тот авторитарный строй, который сегодня имеется в Китае, направлен в первую очередь на сохранение реальной территориальной целостности этой страны. И не предусматривает захвата каких-либо чужих территорий, кою политику всегда проводил Китай. За исключением, безусловно, Тайваня, который по-прежнему является целью для так называемого соединения. Но я не могу поверить, чтобы разумный китайский политик мог начать ради этого военный конфликт, уничтожив все завоевания китайской экономики за прошедшие 30 лет. Мне хотелось бы надеяться, что у нынешнего китайского руководства хватит хладнокровия и разума, чтобы, во-первых, сохранить преемственность руководства, как это им рекомендовал в свое время Дэн Сяупин. И Китай не даст втянуть себя в международные конфликты. Одновременно мы услышали достаточно комичное заявление МИДа Германии о том, что в случае какого-то конфликта между КНР и Тайванем, Германия всегда будет поддерживать Тайвань. Может быть, Германия сначала попробует поддержать Украину по-настоящему, а потом уже замахиваться на какие-то глобальные действия. Еще несколько слов о вчерашнем заявлении Международного Красного Креста о том, что они отнюдь никогда не являлись гарантами сохранения жизни и здоровья сдавшихся в плен защитников Мариуполя. В то время нам очень много говорили о том, кто является гарантами этого соглашения. В том числе упоминались Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест. На самом деле совершенно справедливо, что Международный Красный Крест не может являться гарантом жизни, здоровья и гуманного обращения с военнопленными. Он может контролировать эти процессы и вся практика участия Международного Красного Креста в военных конфликтах на протяжении всего XX века и в веке нынешнем, она сводилась к тому, что составлялись списки военнопленных, обменивались этими списками, создавали возможность для почтовой связи между родственниками военнопленных и самими военнопленными. А также Международный Красный Крест совершал контролирующие визиты в лагеря для того, чтобы увидеть в каком состоянии военнопленные находятся. Во время Второй мировой войны Советский Союз практически прекратил всякие контакты с Международным Красным Крестом, в связи с чем советские военнопленные по указке советского руководства были фактически лишены возможности общения со своими родственниками и получения какой-либо помощи из страны своего гражданства. В связи со сказанным было совершенно непонятно, каким образом можно было называть Международный Красный Крест в числе гарантов жизни и здоровья военнопленных из Украины. Эту ситуацию мы прокомментировали еще 17 мая, то есть практически на следующий день после передачи украинских военнослужащих в руки Российской Федерации и высказали свою точку зрения на возможное развитие этих событий. В связи со сказанным я предлагаю еще раз посмотреть наш короткий ролик от 17 мая 2022 года. Я понимаю, что спасение защитников Мариуполя требует деликатности и времени. Это мне понятно. Видимо поэтому их передали агрессорам, которые в том числе отправили 250 человек в Оленевку и 53 раненых, тяжело раненых в Новозуз. Это мне понятно. И поэтому уже с вчерашнего дня средства массовой информации агрессора подняли страшный визг и вой о том, что 300 на нацистов попали в плен, 250 на нацистов отправили в Еленовку, как они называют, и более 50 в Новозуз. И у меня очень скептическое отношение к тому, что можно будет так легко осуществить обмен на российских военнопленных ввиду того, что агрессору дана козырная карта, агрессор начнет визжать со всех высоких трибун, в том числе с трибуны импотентной международной организации ООН, о том, что взяты в пленные нацисты, деноцификация проходит успешно, будут рассказаны и показаны всевозможные фейковые новости об украинских на нацистах. Всюду, по всему миру российские посольства начнут выпускать пресс-релизы на эту тему. И в дальнейшем, возможно, произойдет обмен морпехов и пограничников. А что касается азовцев, у меня есть очень большое сомнение, что это произойдет легко, потому что будут сделаны заявления. Мы должны расследовать преступления против человечности на нацистах. Мы должны будут расследовать все, что они сделали во время этой войны, как они 8 лет уничтожали народ Донбасса. И очень многие левые политические деятели в мире начнут подхватывать этот московский дискурс. Мне кажется, что сначала нужно было подготовить сами по себе условия обмена, подготовить тех российских военнопленных, которые будут использованы для этого обмена, и провести обмен в реальном времени, одновременно с эвакуацией бойцов с Азовстали.